привет привет меня зовут саша канал душно со мной денис всем привет слепые за тесты вторая часть первая часть уже вышла на канале дениса прислала их таня таня выслал нам много ароматов каждому по 10 штук сегодняшние я немножко поразнашивал так что буду поглядывать в свою шпаргалку в ноутбуке первая десятка была сильно хороша до почему-то мне кажется что моя чуть-чуть поскромнее твоя мне больше понравилось ну может быть это просто такое какое-то настроение так что будем знакомиться и ауктивой десятки для тебя не знаешь мне показалось что то не прям такая оптимистка и хохотунья потому что все такое какое-то фруктовая яркая ну да у меня был да да ну тоже депресс ника то у тебя там особо не было нет 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 но мне кажется были какие-то более таких глубокие нам серьезные вдумчивые вещи ну тебе слово ну да такие кажется очень знакомым вот у меня тоже ужасно что-то напоминает но так как он мне в целом не очень нравится я видимо вот это направление как-то выкидываю на свалку памяти кажется что тоже почему-то ничего не будет перечный день травянистоперечный мне кажется перечность а кстати может быть и есть я про это не подумал знаешь какая здесь есть перечность который есть в манта левском интенс пеппер который такой немножко стейком перечном я про это не подумал я его плохо помню но понимаю чем ты говоришь да но но мне даже ветивер какой-то тоже для меня здесь есть честно говоря а вот его насколько он для тебя плотный насколько ты хорошо его слышишь ну кстати вот сначала искал что он свежий по факту мне кажется что он весьма такой как бы плотный да значит у меня есть подозрение что может быть здесь какая-то молекуляр очка такая цитрусового ветиверная потому что он мне иногда прям пропадает то будем оказать еще извини давай говорит бракета кипарисы или что-то вот такое в общем какая-то вот древесная пряная тема для меня вот эта древесность нем химозненькая вот мне такие ароматы есть в армандо джейн и все для меня это мне это как-то не очень нравится я сначала вообще потому что это колонь какой-то меня сначала я на древесной базе не что с дешевый но на самом деле на блоттере он нормально не позорно звучит я подумал может это какие-то рмс вот которые со шляпкой который горяча в с другой стороны рмс все-таки обычно более натуралистично звучат а здесь это но вот я не скажу что для меня есть какая-то химозина честно говоря там ты прям кипарисом но из кипарисовой рощи срезали кипарисы тебе эссенцию да во флакон налили нет но и как бы никакой прям гиперхимии пока особо не ощущаю но и с нотами сложно вроде бы и фужерность есть вроде есть и какая-то вот землистость ветиверистость может быть какие-то почульки тоже есть но вот и перечность есть я написал уже туда чайно-цитрусовый колоний не дающий выраженного ощущения свежести мне как-то не по пути с ним мне он не очень нравится но даже я думаю что он скорее в мужскую сторону да да мне тоже кажется что больше мужскую но вот сейчас когда я поймал за хвост как будто бы эту молекулярную немножко историю хотя может быть я ошибаюсь как будто бы я начал думать блин что это ниша такая странная но типа вот это армандо джейн который все обожают обожают да я вообще не помочь он нужен вообще причем уважают уважают даже ну типа вот вадим данным любят такую вроде необычную странную если его другу почему-то актор дженниум но ты знаешь вот этот дженниум он был у нас в восьмом чувстве когда он не участвовал и тоже какой-то супер прозрачный невнятный мне кажется это вполне себе молекулярная какая вы сегментов это ниша почему не дешевая розовый перец или сказал перец ладан по перца и роза да ты сегодня перчик ну нет нет если если прошлое он был невнятный но хотя бы мне интересен был трой который в восьмом чувстве его а вот актера там я не помню балерина или кто был а пейнтер пейнтер там был как-то и пока . по профессиям да как у джанни радаре же у меня настало время моих психопатологии у меня ощущение что я не включил телефон сейчас это важно да все в порядке работа даже не вырезай да дальше да давай посмотрим что у нас ну не значит я не пойму почему за этот аромат столько просят за этот бренд я не 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 какой-то сложный прикол ой прикольно прям очень классно ну мне есть что сказать но старт с тебя такая какая-то прям шипучесть да прям разгрыз просто середину конфетки шипучка а там на тебя такой вот апельсиновый апельсиновый тебе да ну какой-то такой апельсиновый знаешь обществе общий образ цитусовая конфетка прикольно я прям я так оживился это очень яркие фруктовые конфеты мамба вот знаешь вот эти нучки мамба да она для меня здесь много шипучести а мамбана все-таки пастельная скажем так стильная шипучесть смысле кислая или смысле вот по ощущениям славата и пузыри но не игристое никакой нет я пишу что может быть это тропический фрукт но это какой-то мультифрукт ну с кислинкой но все равно вот как вот этими баллонами с воздухом накачали его вот я вот это не очень часто я понимаю про что-то но для меня вот знаете вот бывают такие конфетки тоже мамбы это который как бы кислые но на самом деле сладкие вот и у меня здесь все равно переизбыток сладости ну понимаю о чем-то да и еще я тебе скажу что блоттер тест не пройден даже на блоттер тест когда я оставляю из через час-два подхожу сейчас два вообще ничего не пахнет да и из этого я делаю вывод что это бюджет какой-то бюджета ну мне кажется может быть бюджетом да но слушай прикольно не армия прям порнография но мне кажется еще какие-то почему-то мне так кажется какие-то там вот бальзамы елки могут быть под всем этим вот какой-то прям чувствую вот такую массе ли ну вот ты понял и дальше но я так скажу то не пока не было замечено в увлечении бюджетом и какими-то шутками поэтому наверное это блин тоже какая ниша но для меня это вот аромат за 300 рублей из улыбки радуги и сегодня спойлер таких ароматов будет несколько ну вот я как будто понимаю мысль про бюджет мне прям не вот знаешь когда он ешь сладкого и вот так прям как бы думаешь ну я и свинья сколько же я сожрал и вот он уже вот тут вот стоит и хочется просто литр минерал меня это какая-то свежие сладко все-таки не какие-то там ароматы в духе я тону в плавленой карамели вот лучше бы я тону в плавленной карамели потому что он притворяется свежим за счет этой кислинки вот этого жидкого старта а на самом деле на самом деле это прям гадостная сладость мне прям не нравится если это аромат мои юные для юные феи с ароматом конфеток за 350 рублей в магнит косметик тогда все окей но нет это у нас и стуар де парфам абсолютно мимо меня этот бренд и что там носишь мне очень нравится маркиз дюсад мне нравится 77 53 тубероза я ее продал я ее не ношу но она интересная там прикольно еще очень который ты не любишь у с малиной просто обожаю ты мне отдал пробник фигалис до фиделис фиделис вот подозреваю что их туберозы могли бы мне зайти в здесь но это влюбота он мне нравится один какой-то но не помню какой но очень видишь как бы но роман 4 то есть хорошо а я как бы вроде бы он такой бренд мне нравится что не хочешь прикольно выглядеть как наш амбра замечательная там 114 ну хорошо мне нравится все не ужасно но я вот что-то подбираюсь и ни один флакон пачули но не пытается встать на мою полку вот как они пачули нуар ничего все вот для меня так все как бы вроде бы заявка на миллион а как бы ты начинаешь что-то как будто вот все недоделанное мне нравится все мне кажется такой вот еще название все такое французское эстетичное смотри какая прикольная вообще мимо мимо тогда лаванда кардамона артемизия от меня это вот баракара смотри у нас с тобой мысли то совпали то есть мы с тобой говорили до всякие конфеты и прочее но прикольно так забирай да я думаю поношу фиделис я обожаю этот который ты зафукал по моему но я прям его не верно что я его зафукал у меня в целом этот аромат я скорее зафукал но в целом повторюсь пресс-туар я не душу фукал у тебя же есть здесь из но ты плю ботал и не же продал продал а но был но не это ой так интересно сейчас совсем не по-другому звучит чем когда его наносил хочется сказать сразу какой-то табак сухой табак мне кажется что да но это первое впечатление сейчас вам смотреть дальше ну какая-то такая ты знаешь вишневость и анисовость тоже есть мы до вишневости точно доберемся но вот этот вот ты чувствуешь вот его вдыхаешь и как будто бы холодит что-то ладок ладу мне кажется это шафран может быть шафран горячий а может быть шафрановый уд вот чего-то такое есть здесь но холодок чувствую но для меня это больше какой-то холодок такой крио пудры крио пудра крио пудра если бы ты себя так пум-пум то он у тебя до сих пор холодный уже мне разогналась такая слава и прям холодно слепательно здесь столько сахара просто сладкий но и холодный это вот какой-то десерт который прям вынимают из морозилки ешь прикольный мне очень нравится здесь старт вот первые пять секунд мне кажется что я влюблюсь в этот аромат потому что это какой-то очень свежий шафрановый уд но дальше но какая-то вы для меня дальше появляется сладость в духе angel's share в плане пропитанный бисквит алкоголем про книг ну окей смотрим не алкоголь и не бисквит мне вот куда-то туда мне скорее фрукты и сначала я думала что это фили фил опять вот я помню в прошлом видео говоря им и в принципе не отказываюсь а дальше он разгоняется до такой сладости что просто уже невозможно из когда я блаттер тест проводил оказалось что это просто green морфин сакс или вертус наркозь наркозис мне приятен как будто бы но не вижу ситуации где бы я мог его носить очень сладко интересным выда дурно ты мне кажется меня вот прям у меня такой сложность нормально я думаю там ваниль по-любому бабы тонко есть в базе или прям даже в сердце потому что чувствуется вот эта косточка миндаля с вишней для меня всегда повышенка скорее кстати миновали тонко мне кажется есть но я бы все равно будет особенно как он дальше мне кажется это вот опять котел с перфюм green а я их не знаю поэтому не скажу ты не знаешь перфюм green или не помнишь не помню познакомить открытили давай давай кто быстрее взял кто первый взял того этап да ну я не знаю у него как будто бы был потенциал куда-то хорошим но я просто не вижу где бы я выносил он так он прикольный так этот русардис собачкой эндаль финики да ты прав мед финики слива перец тимут тимур кардамона либо нам пачули прикольный да мне хочется посмотреть чем его сравнивают и главное конечно не разрушить здесь ничего потому что телефона в руках у меня нету на этот раз но мой есть за пейнтинг of palazzo флаконы прикольные с этой собакой до собака это по моему они стоят кстати в литвуале я ничего не путаю но ценник наверно там не дешевая да не помню точно ценник да ну чё-то меня отнесло вот я смотрю никто не сравнивать с теми ароматами это что такое снизила нет или твик снизил салика это какой-то снизил в ландерс я такого не знаю с house of food кстати интересно да и ты же так любишь ута что-то в house of food ты никак не заглядываешь а ты знаешь что меня удивляет что в house of food не так что уда а давай я знаю что у них многие ароматы вот допустим вот даже этот он совсем без уда что-то я сейчас только подумал ты же такой фанат куда как бы брать на мне есть вопросики к флаконам они с одной стороны прикольные но они же гиперхрупкие да но они там все это начинает залупаться стираться а при том что стоит он не уже дорога я как будто бы один бы себе поставил этот камешек но не пойму какой пока а там кстати есть какой-то классный миндаль боже у меня я закончу сегодняшний день с сахарным диабетом мой но это прям да слушай прикольно что то никита две свои грани да скажи сегодня вот прям другая здраво по салютер я готова и до сладко это ну смотри здесь есть один фрукт который для меня очевиден хочешь дам тебе время погадать дай я взял какие-то вот мне кажется то ли клубника земляника то ли какие-то вот эти карамболы ну вот что то такое а твоя версия ананас понимаю да это развратнейший бюджетнейший ананас и даже я на в какой-то момент подумал пинаколада сейчас кстати только сейчас с молочком у тебя же был какой-то момент я подумал что это ананас из улыбки но нет потому что блоттер тест хороший на удивление через час также уверенно и у меня знаешь какая есть версия я просто не так уж много знаю ароматов с выраженным ананасом тоже и я знаю что есть у этого филип блин как же его короче чувак который хайпится на рандеву продается он делает аналоги филипп play нет не play ну вы поняли друзья вылетела из головы у которого дьюп один из самых популярных на лос черри сейчас он на персик рустил нет нет и вот макс play макс макс филипп вот макс филипп вот и у него есть ананас не знал что он я тоже ананас какую-то не знаю но говорю не айтстар меглера естественно не павлимуаду парфам ананас там другой совсем но тебе как да никак но в плане не хочу так ну вот мне прям дурно ананас дольче не помню я его не пробовал я вот тоже плохо помню мне не дурно но я как будто бы спокойно абсолютно к сладким фруктовым ароматом которые прям такие вот тебя как бы забирают я вроде тоже не но и в сладости но это при меня не просто совсем такие прям вот но беспечные что я как будто хочу больше нести смысл так интересно мне мозг сейчас работал я хотел сказать что может быть у меня какой-то гастрит потому что как бы вот знаешь я прямо у тебя подачи на тык без перед би я послушал без печени но просто как будто бы я люблю фруктовый ароматы но более глубокие что ли более парфюмерные но же биттер пич понимаешь да можно же было бы по каким-то характеристикам их сравнить но это все-таки парфюмерия это блин не парфюмер это вот тоже какая-то мамба кстати для меня это вот он меня со вторым перескать гораздо более выраженный чем 2 ну для меня прям ерунда прикольно но мне не надо абсолютно как бы дали какие-то более скажем так эстетичные фрукты интересные марки у таня санплоужин симон андриоля ну смотрите ананас нету манга глава кокосовое молочко блин а я буду настаивать на ананасе вот мне прям пахнет ананасом не но я манга тоже могу сейчас притянуть уже но ананас тоже это похоже значит бывают корейские крема с таким ярко выраженным каким-то вот экзотическим фруктом или даже не могу пользоваться просто не забивает всю парфюмерию вот это как будто бы так ну блин это еще и ниша но мне тоже нет для меня есть более не уж манга вы ароматы точно я более абсолютно точно боже храни королеву этот круазь и ранга ангелов скида как хорошо что я его заново купил свое время по мне нравится как то не заботится о том чтобы ароматы подряд не шли похожие и прям нос отдыхает потому что рисовала всем другая история максимально но это что-то такое прям смолистая древесная ближе к древесному для меня прям такой вот спил просто вот я в опилках просто вот лесорубы на выезде прикольно знаешь для меня я думал здесь есть как деревях а но в не большей степени это про сухотраве или так ну прямо ты знаешь свежие опилки они пахнут вот для меня вот так или наполнитель для грызунов у морской свинки древесный наполнитель примерно так по окей окей ну вот меня в больше в сухие тоже какие-то грецкие орехи вот там проступают какая-то ореховость такая вот эти прожилки такие которые мне кажется отчасти и древесные в орехе тоже есть мне хочется сказать что он солодовый вот канал но когда я слышу solid pro sold не так уж и часто бывают но так много скорее всего это бессмертник бессмертник для меня более горелый никогда здесь есть такая вот даже мед мне кажется может быть мед с бессмертником потому что секущей сладость есть для сладость для меня вот прям совсем мало сладости мало и может быть это такие пачули вот бывают такие пачули которые были вот я всегда говорю Это лавка травника из Ведьмака. Не знаю, не играл, не смотрел, не читал. Но травы чувствую, но и прям такую деревяху. Прям вот хочется сказать какой-то... Да нет, но можжевельник чуть другой. Ну вот какая-то прям деревяха такая вот. Она чем-то облита каким-то вот ликером может. Ну, знаешь, не прям сладость в лоб такая вот все слиплась, а такая вот сладость настоявшаяся. Вот какой-то прям гипер там вязкая настойка может быть. Ну, здесь есть для меня буквально капелька сладости, чтобы это все звучало парфюмерно. Но все-таки для меня это грудной сбор. Ну, класс, мне очень нравится. Я по брендам давай подумаем. Грудная идея? Да. Это что такое? Это знаешь, такие расцепуха такая. Ты ее завариваешь, а потом у тебя мокрота отходит. А там набор трав каких-то. А, не знаю, да. Я когда мокрота пью доктор Мом. Промвексин. Да. У меня есть некоторая догадка по бренду. Ну, ты бы что сказал. Ну, мне кажется, это какая-то ниша такая очень... Ну, типа Сержа Лютанцев подобная. А, кстати, может быть. Кстати, даже Тмин как будто бы я бы туда говорил. Да, да, да. А я, знаешь, подумал, что такое могло бы быть у Анджела Чампания вот с ее вот таким ведьминским средневековым концептом. Давай я, да? Да, да. Давай посмотрим. Пишу, как музейный экспонат нравится, носить с трудом представляю. Ну, может быть, стоит попробовать. Мне приятно. Ну, тоже как бы не знаю, буду ли я прям это носить активно, но давай посмотрим. Гуталь. Забль. Ага. Песок. Бессмертник. Перец, черный чай, корица, сандаламбра. Прикольно. Кажется, я нащупал бессмертия. Да, нащупал бессмертия. Практически бессмертник. Прикольно. Умничка. Так, давай смотреть, Даш. Цифра 6. Ой, это твоя остановочка. Шестое, наверное. Сейчас посмотрим. Ну да. Ну да. Это мое, мне кажется. Цветы такие прям. Ну, пока нащупь туберозу не буду утверждать. Мне кажется, тубероза. Ну, а сейчас тубероза. Ну, знаешь, какая? Вот ближе к аптечной туберозе, которая вот мне, допустим, в Криминель. Есть ментоловость звездочки. О, ну что, сейчас у меня сладкое. Мне что-то сегодня передоз сахара везде. Ну, приятен. Ну, что там? Ты слышишь, сколько сладостей здесь разогналось? Ну, слышу. Да. Но. Вроде бы и медицинский аспект есть. Вроде и сладость есть. Ну, ты знаешь, а слива нет у тебя? Да нет особо. Подожди, а какой аромат? Пуазон, где слива и тубероза? С туберозой, да. Это не он, да? Нет, не он. Какое-то ощущение, что старт был такой громкий, а вот прям буквально по секундам она уходит. Да, нет, мне нет. Но интересно, что когда я его два раза разнашивал, он у меня был туберозно-какой-то аптечный. А сейчас от этой туберозно-ментоловой мази куда-то в сливовое варенье он не уходит. В сливовое варенье я не чувствую. Сейчас у меня вообще феминито это. Ну, тогда уж соединим давай в седро, кедр лютанцевский, где там тубероза с феминито. Похоже? Ну, нет. Я его не пробовал. Но у меня есть флевант, люблю очень. Слушай, как будто чем дальше, тем меньше туберозы. Ну, есть. Я слышал. Не самый интересный для меня тубероз. Ну, хорошо, может, извини, я так тебя сбил, что это точно тубероза? Может быть, это что-то другое? Да нет, есть здесь... Он мне скорее какой-нибудь Moon Carnival, Вильгельма, напоминает. Ты его знаешь, да? Вот такая тубероза. Блин, мне кажется, это лютенца. Нет. Ну, потому что... Ну, хотя ты всего его знаешь, конечно, хорошо. Но прям вот сливы из феминито и туберозы. Либо это делал какой-то фанат лютенца. Шелдрека. Может быть. Как будто сложно что-то еще сказать, честно. Но вроде бы туберозу угадывай, но не та, которая мне нравится. И сливовое варенье тоже, может быть, и есть. Но вообще какой-то странный максимум. Какой-то, знаешь, как называется, когда скрещают несколько вселенных. Забыл, как это называется. Фанфик. Да, ну, неважно. Карин Ротфельд, Лоренс, Жасмин, Толу, Бальзам, Ут, Кумин, Шафран, Лускус. Ну, в принципе, ноты-то все лютенцевские. Кумин, Жасмин. Но, ну, Жасмин, видимо, фруктовый был. Это как бы как тубероза. Мы же их иногда путаем. Ты знаком с этим брендом? Нет. Там вроде фишка, что она посвящала все ароматы своим любовникам. А-а-а. Интересно. Так, ну, так как ее никто не покупает, эту Карину, то и ни с кем не сравнивают. Ну, как бы вот меня не заинтересовало. Для меня Жасмин более интересный. Карин немножко вторичный. Ну, может быть, этот любовник был вторичным? Может быть, да. Не впечатлили. Бывает же такое. О-о-о. Ну, это прям... Ну, приятнее. Хотя, нет, гадиток, поменяющийся. Сначала прям хотелось сказать тоже какие-то вишни и бисквиты. Ну, честно говоря, дальше-то больше цитрусов всяких таких жизнерадостных. Может, это старт просто был такой. А так прям такой цитрус зелепушный даже. Такой вот... Да нет, лайм другой, наверное. Бодрящий цитрус. Бодрящий, да. Ну, давай я поделюсь одной подсказкой. И единственной, которая у меня была от Тани. Потому что Таня, бедная, в декабре нам выслала. И, видимо, решила напомнить... В апреле. Мы снимаем это не так уж и долго, да. И она мне, когда у меня начались поиски Coca-Cola, она мне написала, кстати, будет одна Coca-Cola. Ну, я думаю, это... Да, да, это она тогда. Да, она прям шипучая. Какая в нем проблема? Начинается ярким, классным цитрусом. Как будто бы вот Coca-Cola пополам с лаймом. Да, лаймовым салтаном. Ну, так есть Coca-Cola с лимоном или с... Да, ну, заслачивается. Да, заслачивается. Да, вот уже у меня заслачивается. Ну, заслачивается. Мне все очень сладко. Тоже какую-то конфетку-шипучку. Да, и я даже думаю, может быть, это северного золотя. Не знаю, вообще не понял, что ты произнес. Вот, потому что не знаком. Но как будто бы я не буду отказываться от идей вишенки. Да? Да, какая-то вишня там маячит на фоне. Ну, может быть, может быть. Она может просто как бы вот поддерживать весь этот скелет. Вот странно. В Coca-Cola просто килограмма сахара. Врослая вишневая кола есть вообще-то. В Coca-Cola килограмма сахара, но она мне почему-то... Вот, все равно не ассоциируется с чем-то гиперпопослепательным. Кола у меня. У меня как-то ассоциируется со скрежетом зубов. Она терпкая такая, понимаешь? Скрежет зубов. Потому что когда ты пьешь колу, потом вот так делаешь. Просто пипец. Там столько сахара, что у тебя прям зубы такие... Опять сделай мем с моими... Да, да, хорошо. Вот. Да, ты как-нибудь... Ты же любитель, так понимаю, колы. Да. Или пепси, или кола в один огород. Нет, я знаю, что они разные. Я имею в виду после того и после другого тот же эффект. Прямо так сделай. Хорошо. Что с ума сойдешь. Нет, продолжаю настаивать на какие-то вишни, бобы тонко. Но на цитрусовой основе. А дальше это все переносится в какие-то уже другие газировки. Какие-то ситро, буратино. Кстати, какая любимая? А, он кола. Кола я очень люблю. Я люблю Байкал. А я обожаю прям всю черноголовку. Причем вот эти редкие крем-сода саяны, которые сейчас редко где уже мало. Саяны, кстати, очень интересные. Обожаю. А что их мало встречать? Они-то не ушли с рынка. Не ушли, но просто в какой-нибудь рядовой пятерочке в основном всегда есть там дюшес, тархун, байкал. А вот ты попробуй найди крем-соду. Вот крем-сода для меня слишком сладко. Тархун, хороший тархун, который вот такой контрастный, а не просто в сахар. Мне нравятся. Что я сейчас говорил? Саяны. Саяны, кстати, очень интересные и редко его вижу. Крюшон обожаю. Крюшон, это еще виноград, по-моему. Но это вообще изначально алкогольный напиток. Так, это Secret of Success. State of Mind. Ну, я думаю, что это он кока-кольный, потому что корица. А корица, мне кажется, кока-кольный периодически. Грейпфрут, чай, не скучай. Кардамон, ваниль, уд. Прикольно. Мне не понравилось. Но как-то вот пока что все из этой линейки этого бренда для меня. А они как-то заметил, они в какой-то момент появились, прям все их обсуждали. Месяца два. И все, они сошли на нет, и мне кажется, их никто не носит, никому они не нужны. Флаконы как будто бы прикольные, но... Нормально, у них прикольные вроде, знаешь, есть эти мини-форматы. А, не слышал. Не видел. Ну, что-то такое гиперневнятное пока что. Вот это моя главная, наверное, антипатия из этой десятки. Ну, просто потому что я вот даже не знаю, как его описывать. Такая-то такая легкая, цитрусовая. Цитрусовая тебе. Ну, да. Легкая, цитрусовая, из-за них фигня какая-то. Фигня полная. Полная просто. Вот для меня это нижняя полка женского люкса. Ну, или так, или какой-то бюджет прям. Которая, я уж рад поделюсь своим образом, вряд ли они у нас совпадут. Вот знаешь, бывает кто-нибудь выпустит какой-нибудь Йоджи Имамото, или кто-то какой-то это. И семья. И вот у кого-то попадет он в период какой-то, и его потом снимают. И через 10 лет он стоит 20 тысяч, и до сих пор кто-то за ним гоняется. Вот у меня такое бывает. Вот мне кажется, это что-то такое история. Ну, потому что это вообще максимальная деятельность. Просто ужасно скошно. Я прям, ну, это совсем как-то, ну, это редко, да, когда так категоричен. Он чайный, кстати. Мне кажется, здесь есть чайность какая-то. Ну, прям вот просто ни о чем. Слушай, а не может быть это какой-нибудь вот, вот тоже культовые герлены какие-нибудь, которые, знаешь, вот... Ну, кстати, какой-то такой вот пудровость я чувствую, мне кажется. Но очень невнятный. Он просто максимальная моль. Мне кажется, на старте какие-то цитрусы есть. Ну, где их нет. Ну, и да, какое-то вот ощущение пудровости есть, конечно. Значит, такая бритятина просто. А вот смотри, он меня тоже выбесил. А вот давай порассуждаем, вот чем он тебя выбесил. Вот ну, что он тебе сделал? Ты какой-то прям, ты знаешь, но если мне не нравится какая-то громкая ниша, но я хотя бы понимаю, что она там прикольная, громкая, заявляет о себе. Это прям, вот лучше 47.11 купить. Хотя вот есть что обсудить. А это вот как будто бы, это прям, да, ну, не знаю. Это вот что-то, нижняя полка Арбат Престижа, вот знаешь, вот какие-то, вот что-то такое привезли недорогое, ненужное. И зачем это нужно? Кому это нужно? Грейн, джоа, Эда и талия, красная ягода, красная смородина, гранат, параллельные цветочные ноты. Я бы здесь оставил вот одно. Цветочные ноты, может быть, мускус, ну, может быть, вот фрейзи, вот малахоль, который у меня сверху стоит. Не знаю, сори. Ну, если гранат, что, как будто могу притянуть за уши, но он гиперводянистый. То есть это не какой-то прям всплеск граната и там экстракт. Тань, вот супер подборки, вот единственное, о чем желаю, и попрошу других зрителей обратить на это внимание, ребят, всегда очень интересно, если вы пишете свой комментарий. Да, да, да. Потому что, Тань, вот мне было очень интересно, почему я его положил. Может, мы дурачки и не понимаем, насколько это вообще там круто. Да, топ, вышка. Ну, вот это сейчас. Ну, это мое. Да, это прям такие вот. Это вот туберозы. Туберозы. Да, очень красивые. Ну, как будто, ты знаешь, я тоже все хвалю, 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 хвалю. Сколько уж можно, ну, в планете, сколько их буду собирать. У меня сколько тубероз на полке, я не знаю. Ну, давай опишем это. Ну, она такая вот. Вот эта фрака подобная. Она зеленая для меня. Скорее нишевая. И такая хрустящая прям. Да, да. А ты знаешь... Ну, это вот в сторону фрака. Я вот ее сейчас чувствую, и что-то в моей голове кричит про франко-бакле, но не кокаин. А какой-нибудь другой его аромат. Мне кажется, даже вот сейчас я слышу немножко отблески здесь этого кафе, который, я помнишь, засирал. Нет, не слышу. Но я его, свернусь, ради плохо помню. Да, но это такие прям красивые белые цветы с пыльцой. Мне кажется, еще желтые могут быть. Они прям медовые. Такие вот фруктовые. Даже тоже чувствую земляничность туберозы здесь. Да. Прям очень классно. Но как будто бы у меня уже много там. А мне вот, кстати, здесь и фруктов мало, и пыльцы мало. Нет, нет. Скорее, такая земляничность. С Майуэя есть, мне кажется. Да? Ну, может быть, чуть-чуть. Но для меня больше стеблевый. Хорош. Думаю, что в нише может быть... А может, в люксе тоже, да. Но красивая такая вот тубероза с призвуком земляники. Плотная. Хочется мне сказать, что это какая-то такая культовая. Но гордыня тоже есть. Вот гордыня дает на гордыни. Мне нужно, чтобы ты мне принес какие-нибудь гордыни-вые ароматы. Да, у меня только один инвуануар. Гордыни-шенель у меня нет, но она классная. Ты чувствуешь, что тебя однажды может унести в гордыни? Да, да. Ну, для меня все белые танцы имеют потенциал. Ну, смотри, мне Таня решила в подборке... А, кстати, они были разделены, какая тебе, какая мне? По-моему, нет. По-моему, просто две подборки. Но в этой подборке больше каких-то очень неочевидных марок. Вот что-то такое. Они-рико. Зафиро, Они-рико. Ну, смотри, и гордыни, и тубероза. Ну, вот, они как бы считываются, да. Гордыни очень отчетливая. Она вот с таким вот призвуком землянички. Да и тубероза отчетливая. Да и тубероза, да. Ну, класс. Но тоже как будто бы, ты знаешь, что ли я присытился этими всеми туберозами. И я их люблю, я их ношу, я их обожаю. Но, как бы, попробуйте меня удивить какой-то туберозой. Уже сложно. Ну, что-то с тобой проф и парф выгорание. Ну, может быть, а мне тут написали недавно. По Денису видно, что у него кризис, да. Не знаю вообще. Не знаю, по мне, мне кажется, всю жизнь видно, что у меня кризис. Прикольно. Кажется, чем-то знакомо. Вот сейчас он такой яркий. Баблгам какой-то прям. Да, такой баблгам. Тотальный. Напоминает очень всякие лаши. Вот эти гималайи и так далее. Да, лаши шею заклинило. Да. Ну, прям, слушай, баблгам просто тотальный. Окей. Внимательные зрители помнят, что когда мы был самый первый аромат, я сказал, что десятый в моей подборке, то есть от первого до двадцатого мы наконец дошли, будет шелемароподобный и церковный. Для меня прям просто вот баблгам. Такой, как бы вот. Молочный коктейль баблгам. Одно из двух. Либо это шелемароподобный, но он не такой очевидный. То есть я думаю, что это не раважор, потому что раважор все-таки покрасивее немножко. А здесь вот есть что-то такое странненькое. Хотя на руке вполне раважорил. Раважора могу сейчас уже притянуть, понимаю. А может, лила-бол-абданум. Слушай, ну для меня больше всякой вот ванильной грани амбры. Нет вот этих лабданумов. Лабданум для меня не слабкий. Лабданум, как и всегда, у лилаба, это... А, понятно. Шутка юмора. Понятно, да. Там как раз гораздо больше ваниля. Блин, ну очень в эту сторону. Да, мне сначала немножко сбил он, а сейчас туда. Иногда думаю, блин, у меня что-то такое было. И я пытаюсь вспомнить, что это. И думаю, может, я с ума сошел. Но вот сколько я не перебирал в голове, так и не вспомнил. Поэтому я буду ставить на то, что это шелемара, кровожорная история. Я прям пойду так, знаешь, очень опрометчиво. Может быть, какая-то там тубероза тоже есть. Вот дает ощущение этого бабл гамма. Может быть, это какая-то ваниль с туберозой. Точно ниша. И вполне моя история. Хотя что-то такое немножко неприятненькое здесь есть, как кафель в храме. Мы идем по неочевидным маркам. Да, Эводи по Ахван. Касториум, ваниль, амбра, лабданум. Поэтому все угадано. Флакон вообще непонятный. Гадана мной. Да, да. Смотрим. Прикольно. Кулер. Что за Эводи? Знакомый какой-то. Где-то, мне кажется, он фигурировал. Делала, кстати, Сесиль Заракян. Сравнивать с Шалемаром и Раважором. Ну, видишь, что это все твои направления. Да, да. И сравнивать с Амбр Мускодила, разумеется. И сравнивать с Амброй Ранья Джейза, которая все гоняются. Ее нигде нету. Понятно. Прикольно. Ну, видишь, ты очень мастерски все свои ароматы-то любимые. И разгадываешь. Церкушку я свою не перепутаю. Слушай, как будто бы чуть-чуть утомился я. 20 ароматов все-таки много. Как эта золотая середина находится между 5 ароматами на одно видео и 10. Мне кажется, 7-8 это золотая. 7 прям серединка ровно получается. Ну, между 5 и 10. 7 ровно середина. Почему? Ну, смотри, 5-10, 6-9. У меня уже все. 7-8 одинаково. 7-8. Да. Друзья, делаем выводы. Ну, хотя с другой стороны, может быть, Таня хотела нас помочь чуть-нем. Да, да. И как бы в этом тоже есть какой-то интерес. Да. Друзья, не будем затягивать. Спасибо вам за внимание. Да. Ссылки на все соцсети и последующие, точнее, и дополнительные ссылки все тоже есть. И последующие. И предыдущие. Нам нужно выпить кофе. И так далее, да. Поэтому тебе спасибо, да. Тане спасибо. И всем пока.